Вести Ульяновск на телеканале Россия, в студии Владислав Витковский. Добрый вечер. Смотрите в нашем выпуске. Есть желание сделать прививку от COVID-19? Есть и возможность. Записаться на вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства. Мастерство рыбака против хитрости рыбы. В Ульяновской области прошел чемпионат России по ловле на блесну сальдат. Идущий по земле январь будил морозы богоявления, праздник приближая. В Ульяновске готовится отметить крещение Господня. И вновь по традиции начинаем наш выпуск с оперативной информации по количеству заболевших COVID-19 в регионе. К сожалению, за сутки вирус унес жизни шести ульяновцев. Зарегистрировано 246 новых случаев заболевания коронавирусом в регионе. Выздоровели 157 человек. Это данные Роспотребнадзора на 18 января. И сегодня по всей стране началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Соответствующее поручение на прошлой неделе озвучил президент Владимир Путин. Теперь привиться по месту жительства может каждый. Раньше людей делили на группы – врачи, учителя, сотрудники СМИ и так далее. Сегодня в первый день массовые вакцинации у процедурных кабинетов уже появились очереди. Я давно ожидал, когда начнется массовая вакцинация. И как только появилась информация о СМИ, тут же записался по телефону, подошел, прошел осмотр у врача и сделал первый этап прививки. Прошла прививка легко, никаких побочных эффектов нет, все в порядке. Однако некоторые побочные симптомы могут присутствовать у отдельных пациентов. Возможно, непродолжительное по времени повышение температуры тела, а также слабость и головная боль. Вакцина переносится достаточно легко. Было зарегистрировано несколько случаев повышения температуры. Серьезных побочных эффектов не было зарегистрировано. Для того, чтобы записаться на вакцинацию, достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства. Вам назначат время, в которое необходимо подойти на предварительный осмотр. И только после того, как врачи дадут добро, заветная доза антител поступит внутрь организма. Тема массовой вакцинации была одной из главных на сегодняшнем аппаратном совещании. Подробнее об этом, а также о том, как погода спутала карты топографические, можно даже сказать ульяновским школьникам, расскажет Игорь Кранцев. Регион готов для проведения массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава областного Минздрава Виктор Мишерин. По его словам, в Ульяновск к ранее поступившим препаратам доставили вакцину в количестве 2000 штук. 500 распределят по спецпрограммам, 1500 для тех, кто самостоятельно хочет привиться. Ну а сам допуск к процедуре в связи с последними рекомендациями с федерального центра заметно упростился. Сейчас не обязательно всем делать ПЦР-тестирование и брать антитела. Но если переболел, то после истечения недели он имеет право вакцинироваться. Более 500 жителей нашего региона записались на прививку от коронавируса. Сделать же ее можно будет в 12 медучреждениях, как в Ульяновске, так и за его пределами. Идет их оборудование спецаппаратурой, в том числе холодильными камерами для хранения препарата. То решение, которое было принято губернатором в конце прошлого года об усилении материально-технической базы скорой медицинской помощи, оно, безусловно, сказалось положительным сторонам. Отдельный вопрос, конечно, о котором говорил и президент на прошлой неделе, это контроль вакцинации. Не меньше внимания и вопросом, связанным с погодными сюрпризами. Из-за снегопада многие улицы в Ульяновске и Димитровграде по-прежнему не приведены, как принято говорить, в надлежащее состояние. Речь как о проезжей части. На некоторых магистралях одна из полос по-прежнему не может использоваться для проезда, а во дворах не пройти. Вы сказали, не надо жалеть. Я более того скажу, надо даже некоторых жестоко трепать, поскольку, когда мы объезжали, мы видели, как и положительный опыт, тут очень порадовала нижняя терраса, например. А есть откровенно новые микрорайоны, там и центральные, в новом городе, и за Свиягой, там юго-запад. Там вообще, значит, не протолкнуться козьей тропы. Александр Смекалин потребовал от профильных ведомств скорейшего решения вопросов. А Минпросвещение досталось за то, что информация об отмене занятий из-за морозов появилась лишь утром в понедельник, когда многие родители уже отправили своих чад в школу. На вчерашний день прогноз погоды по температуре составлял 24-25 в ночь до 23 днём. В ночь ситуация изменилась. Температурный режим снизился. И нужно отметить, что колебания температуры по региону были очень разными. От чиновников потребовали впредь принимать решения об отмене занятий и информировать население заранее. Также на заседании было отмечено, что IT-отрасль региона с нового года получает ряд преференций, что должно помочь развитию молодой сферы. Бюджет же региона, несмотря на все сложности в 2020-м, смог выполнить все плановые показатели. А по ряду параметров превзошел их. Игорь Кранцев, среди свечников, Весцепь, Ульяновск. К слову, завтра у школьников региона с 1 по 8 класс отменены занятия. Расписание учеников корректирует морозы. Чемпионат России по ловле на блесну со льда прошел в Ульяновской области. Местом проведения стал Старомаинский залив. На льду в Волге 80 рыболовов из разных регионов страны соревновались в мастерстве обольщения окуней и судаков. С не меньшим азартом за ними наблюдал наш корреспондент. Чемпионат России по ловле на блесну со льда – это не релакс и не просто азарт. Здесь все серьезно. В таких соревнованиях участвуют не просто рыболовы, а кандидаты и мастера спорта. Ну или перворазрядники. Подготовка тоже не шуточная. Здесь, как в любом спорте, надо тренироваться. Тренировки нас заняли достаточно большое количество времени. Приезжали сюда раз, наверное, девять. Мы активно пользовались подводной камерой, чтобы найти рыбу. И, соответственно, уже забивали эти точки, где рыба присутствует. То есть основная задача была найти такие места. Эхолот, навигатор, радиосвязь, рыболовные гаджеты не просто разрешены в рыболовном спорте. Они здесь активно используются. То есть они сидят, у каждого в ухе, у кого есть, у кого нет, наушничек. И они по рации, чтобы не кричать, и чтобы противник не слышал, говорят, Петя, подними на три катушки выше дна. То есть рыба, она поднимается, опускается. Она активная, она неактивная. Променяй приманку на такую. Приманка – это блесна. За наживку типа мотыля или прикорм рыбы дисквалифицируют. Только блесна. А вот здесь уже кто на что способен. Например, у казанских рыбарей приманка из драгметалла. Вот такие блесны используются спортсменами. Они все ручные работы. Сделаны, как правило, из серебра, потому что у нее коэффициент светоотражения очень близок к отражению чешуи у малька. Кормовой базы именно. Все они разные. На каждую удочку у меня привязана другая блесна, которая отличается своей игрой. И, собственно, уже под настроение на месте все это дело подбирается. Под настроение рыбы, уточняет Айдар. Клев шел в основном окуневый. Годились даже самые маленькие рыбешки. А вот судаков меньше 40 сантиметров спортсмены отпускали. Таковы правила ловли в нашем регионе. На чемпионате важен лишь общий вес пойманной команды рыбы. В каждой команде по три человека. Клюет неплохо. Можно поймать большевую рыбу. И, если честно, мне очень хочется в Ульяновске посмотреть всю Волгу. Потому что я знаю, что здесь самая широкая Волга. Мне хотелось бы, конечно, половить на основе. Чемпионат России по ловле на блесну проводят с 2014 года. В нашем регионе он состоялся впервые. И старомайский лед ульяновским спортсменам помогал. Но только в первом туре. А вот в финале победу одержали подледники из Пензы. Мы шли к этому долго. И большим трудом пришли к такому замечательному успеху. На самом деле, кто бы что ни говорил, рыболовный спорт, особенно в зимней блесне, это самый настоящий спорт, где нужна и физическая подготовка, где нужна и уметь ловить, думать. Ульяновцы заняли второе место, но они уверены, что все их победы еще впереди. Элла Шахова, Денис Миронов, Евгений Сафронов, Вести Ульяновск. Сегодня в ночь православный мир отметит крещение Господня, один из главных христианских праздников. В храмах пройдут богослужения, состоится чин освящения воды, а все желающие окунуться в ледяные ордани. Какие правила соблюдать, чтобы обряд принес пользу, а не вред, выяснил Павел Игнатьев. Подготовку к традиционным крещенским купаниям одними из первых начали спасатели. На их плечах важная миссия – обустройство купелей. Обеспечение безопасности на самих объектах тоже за ними, и ордань должна быть крепко избитой. Для решивших окунуться проложат деревянные дорожки. Чтобы избежать столпотворения, организуют раздельный вход и выход. Лода очень, как бы сказать, поднялась, лед опустился. Нежелательно, чтобы народу было много на льду. То есть будет пропускаться там по 5-10 человек. У местных моржей прорубь давно обустроена. Профессионалы экстремального плавания к погружению в ледяную воду готовятся, как в первый раз. Сначала нужно согреться и разогнать кровь. Поможет легкая разминка. Шлейфи поработали. В Россию пришли настоящие крещенские морозы. Перед обрядом нужно правильно подобрать гардероб. Старожилы советуют, одежда должна быть теплой и в то же время простой. Валенки, шаровары, свитер, какая-то простая куртка и шапка. На выходе из купели всплеск эндорфинов даже у тех, кто окунался сотни раз. Хочется петь и танцевать. А вот чтобы потом не пришлось грустить на больничной койке, нужно соблюдать рекомендации врачей. Медики знают, кому точно рисковать не стоит. Особенно это опасно для вот такое переохлаждение для лиц с заболеванием бронхолеучной системы, с явлениями остро-респираторной вирусной инфекции, респираторных заболеваний. Покупание в холодной ледяной воде. Также опасно для лиц, у которых нестабильное давление артериальное. Такой стресс, резкий спазм сосудов может вызвать какие-то сосудистые катастрофы. Врачи советуют особое внимание уделить питанию. За два часа до омовения нужно плотно поесть. А вот алкоголь под строгим запретом. Для сугреву лучше подойдет горячий травяной чай. Следование простым правилам сохранит здоровье и поможет укрепить веру. Павел Игнатьев, Дамир Губеев, Денис Миронов, Сергей Свешников. Вести. Ульяновск. Какой будет погода в эту ночь и в ближайшие сутки, об этом через несколько секунд. А у меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы, берегите себя. Приятного вам вечера. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok